Сейчас, вы сидите, выйди, выйди. Поворот, давай, мамка, давай. Быстрые фланговые атаки, передача, удары, прессинг, новый натиск. Два гола на старте матча. Игроки Росэлектроники 2 повели в счете и подтвердили статус самой прогрессирующей команды в группе B. Футболисты в бордовой белой форме играют на победу в каждом матче. Команда в лидерах соревнования и в ее составе много молодых перспективных футболистов. Двое, Максим Кузнецов и Александр Быков, отличились в матче с самой опытной командой турнира – сборной ветеранов омского футбола. Наращиваем темп во время игры, чтобы не успевали за нами. Бегущие все активные, физические данные неплохие у всех. Новые атаки. Победа выводила Росэлектронику на второе место в группе. Напор молодежи против мастерства ветеранов. Опыт начал брать верх. Ветераны увеличили число защитников, наладили отбор, выход в атаку. У игроков Росэлектроники начали возникать разрывы между линиями. В начале второго тайма ветераны сделали новые замены. Серия атак. Эдуард Бекларян сократил разрыв в счете. Помогли быстрые замены. Ну и да, нам надо было маленько остудить их пыл. Держание мяча. Не все удавалось, конечно. Ну да, вот конец первого тайма и где-то вторую половину, я считаю, что да, можно занести в актив ветеранов. Яркий наступательный футбол, длинные передачи, несколько хороших фланговых атак футболистов Росэлектроники, голевые моменты, удары, все в сантиметрах от штанги. Опаснейшие контратаки ветеранов. Пять минут компенсированного времени. Забить могли обе команды. Счет не изменился. 2-1. Футболисты Росэлектроники 2 держали четвертую победу в нынешнем чемпионате. Ветераны блеснули умной, конструктивной игрой в середине поля. Остаются одной из самых боевитых и техничных команд чемпионата. Забили гол престижа. Ну, немножечко не удалось забить второй гол и сыграть в ничью. Хотя, нужно сказать, что, конечно, у наших более молодых соперников моментов острых было гораздо больше. Ну, где-то подводили, наверное, эмоции. В целом, хочу сказать, что в группе «Б» очень острое идет соперничество. Никто не уступает. И чемпионат по-настоящему интересен. Новые матчи в чемпионате города по футболу будут сыграны в ближайшие дни. И в центральном в группе «А» сразятся претенденты на медали. Команда поселка «Входной» и клуб «Титан». Владимир Стомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7.